приветствую всех из одессы друзья продолжим сегодня со старта начинаем выездом в бильбао будем играть с атлетиком с командой которая знаменита тем что в ее составе выступают только доморощенные футболисты только баски ну и посмотрим турнирную таблицу на девятом месте пока идет наш кадис своим активами имеем 19 очков ну а хотим мы занимать как минимум четвертую строчку которую сейчас удерживает севилья усилили 24 очка 5 пунктов нас раз для лет среди бомбардиров пока себя неплохо чувствует роман еремчук он возглавляет гонку за золотую бутылку испанского чемпионата но можно сказать уже недалеко от него хотя по этой таблице гуляй нога и далеко но вот по результатам 7 голов на счету метра гуляй ноги и всего на 3 он отстает от романа еремчука ну а в таблице ассистентов лидирует также наши ребята цыганков имеет на своем счету 7 ассистов ну и зубков который занял стартовом составе место ниши мудрико также сверху этой таблицы догоняет он уже лишь эту в спину цыганкову ну мы отправляемся собственно говоря бильбао играть свой матч надеюсь мы его проведем так как и большинство матчей в предыдущей серии когда у нас хорошо очень хорошо получалось играть на атаку но в первую очередь это зависело от игры наших оппонентов если атлетик бильбао будет в обороне играть неплотно если они попробуют нас задавить в атаке мы будем отвечать своими быстрыми контратаками в которых я надеюсь мы им наклепаем пальчик уголов хорошо малиновский играет в отборе ну и вот она наша первая контратака гуляй нога по левому флангу атаки идет гуляй нога что он придумает отдает на данный ну и нужно забивать и малиновский который начал эту атаку и заканчивает 10 но пока все по плану хорошо цыганков комбинирует с партнером это был кажется зинченко цыганков видит он зубкова ну и зубков что кроме передачи может еще и пробивать поворотом цыганков хорошая подача на еремчука ну и тот замыкает дубль еремчука нет какой дубль извините первый гол забил малиновский прошло пару минут я уже и забыл еремчук забивает свой первый гол этом матче давайте еще раз посмотрим передача еще один ассист в копилочку цыганкова лидера среди ассистентов испанского чемпионата ну и еще один гол копилочку лидера в гонке бомбардиров со того же чемпионата роман еремчук и как красиво подрезаем дальний угол и от штанги мяч метает ворота мунианин вильямс ну и тымчик хорошо здесь цыганков помогает своей обороне выйти в атаку цыганков но в итоге привозит возможно момент на наши ворота и няки вильямс но матвенко нужно выносить но это не вынос и снова цыганков ошибается но здесь претензий к нему наверно не было ну и удар и бущан снова мяч у нашей штрафной мунианин ну и бущан просто магнитом этот мяч себе притягивает хорошая передача и снова высоко играет атлетик из бильбао ну и зубков льется к воротам это фолну и какую карточку покажет судья желтая зинченко видит он зубкова зубков активе на своем фланге зубков режет угол отдает на зинченко ну это наверно было зря с мячом уже михоленко затяжная атака в итоге от нас малиновский ну и теряет руслан мяч ну начинает поджиг поджимать нас атлетик потихонечку что здесь пенальти ну и бущан может выручить но не выручает жора увы правым флангом снова в атаке атлетик из бильбао подача ну тут снова жора первой на мяче хорошо гуляй нога передача во фланг ну что у того есть подача но в руки вратарю мяч отправлен ну и пока свисток на перерыв идем мы отдыхать подача от углов флажка в исполнении игроков атлетика из бильбао вильямс поборолся за этот мяч мунианин подает в нашу штрафную то еще в атлетик хорошо вот теперь только мы выходим свою атаку сможем ли мы выйти в контратаку ждет цыганков подключение партнера тымчик ну перекрыто движение тымчика вперед а вот цыганков может на скорости уйти хорошо от цыганков но гуляй нога ну и вот так вот издевательский на технику пробивает гуляй нога под опорную ногу вратарю и третий мяч в воротах атлетика малиновский уже прорывает фланги снова не успевают игроки атлетика уже зубков пробивает разрезная передача ну что не успевает забарный зайняки вильямсом тот врывается в штрафную ну вот такой вот эпизод удерживает мяч малиновский мы выполним свою атаку нет не выходим продолжает атаковать атлетики основа обыграна наша оборона но это ну и такой же издевательский мяч влетает и в наши ворота айняки вильямс замыкает на дальней штанге цыганков хорошо перекрыли движение цыганкову малиновский уже с мячом малиновский русла на гуляй ногу это еремчук извините теперь зубков пробиваем дальний угол зубков ну и очередной головой в исполнении цыганкова снова подача туда на еремчука но на этот раз роман не выигрывает борьбу вот здесь на подборе борьбу выиграет миколенко идет к нашим воротам падает штрафную туда на дальний ну и все ну не им снова левым флангом 75 минута матча 74 я еще куча времени у атлетика из бильбао малиновский видит он рывок цыганкова цыганков ну ну что еще разок нужно этот раз уже на рывок еремчуку еремчук но не видит никого еремчук пробивает ближний угол хорошо сыграно в центре поля гуляй нога уходит во план гуляй нога разворачивается под правую пробивать вдаль угол и вот ошибается уже у на и симон гуляй нога не дожидается пока тут вернется поворота и стреляет поворотом смотрим еще раз быстренько принял решение гуляй нога стреляет по улета левой но все-таки реагирует на этот бар вратарь атлетика из бильбао цыганков подача хорошо зажали мы в последние минуты атлетик на их половине поля забарный нужно от мяча избавляться яремчук пробивает ну и малиновский уже головой просто пасуют в руки вратарю ну и на этом все финальный свисток победа мы все-таки выставили три мяча казалось достаточно хотя оборона привезла 2 в свои ворота ну пока нам предлагают отвлечься в игре за сборную украины на выезде в товарищеском матче с норвегией отвлечься чемпионата испании но мы все-таки давайте заглянем в турнирную таблицу посмотрим как там наши дела видим и что кадет все еще располагается на девятой строчке 22 очка тремя очками мы разжились добыли победу на выезде в бильбао смотрим на верхушку турнирной таблицы и видим мы что севилья 27 очков имеет своем активе севилья не подпускает нас к себе пока что ну а теперь собственно говоря переносимся мы к матчу с норвежцами товарищеский матч поэтому состав сборной украины будет такой немного экспериментальный попробую на левом фланге цыганковым все-таки левша и неплохо подает но раздает передачи с правой как он будет раздавать с левой справа будет играть наш старый знакомый караваев ну нас три атак без и без альтернативный еремчук под ним немного измененный тоже треугольник перевернут треугольник полузащиты зенченко степаненко шапаренко ну и защита соболь попов хачараба конопля на ворота бущан в принципе вот такой вот микс основы и кубковых бойцов некоторые ребята получат шанс сыграть те кто не играл долго уже за кадис караваев отыгрывает в обороне караваев бросает вперед прорыв еремчука выходит роман на ворота подсекает над вратарем но не удалось его перебросить сальбакен выходит свою атаку уже норвегия удар по нашим воротам но тут надежен бущан как всегда хорошо быстренько развалит шапаренко на караваева поднимали руки игроки норвегии но никакого положения вне игры караваев стреляют в ближний угол зенченко на подборе александр передача в центр шапаренко валят того с ног но подбор за нами зенченко но может ли левой пробить александр пробивает опасный удар попов отборе хорошо на еремчука караулит впереди передача на степаненко снова еремчук еремчук на фланг отдает на караваева караваев смещается в центр пробивает караваев это опасно динченко вот так вот подбрасывать мяч на степаненко степаненко мяч под правой ну пробьет давайте правой степаненко конопля передача наша парень к теперь он хорошо играет поля под удары еще один пас выеренчук должен был Замыкать этот... Ай-яй-яй. Цыганков. Ну, просто легко и просто уходит от своих оппонентов на фланге. Цыганков. Какая передача. Ой-ой-ой. И удар Шапаненко выше ворот. Снова Витя Цыганков. Передача на Еремчука. Ну, просто обложили мы ворота Норвегии. Удар за ударом. По их воротам. Вот очередной заблокирован Цыганков. Ну, и что? Положение вне игры. Ну, раз за разом смещается. Карваев в центру! Ну, и на этот раз... На этот раз Еремчук не промахивается. Просто вколачивает мяч в верхний угол ворот. Норвегии 1-0. В атаке Норвегия. Мяч уже у нашей штрафной. Но выдавливается игрок. Хозяев из штрафной. Тут нужно аккуратно. Попов. Ну, и что? Выходим мы в контратаку. Соболь видит забегание Цыганкова. Был ли там оффсайд? Нет. Оффсайда нет. Видит Цыганков. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шапаренко не добегает до этого мяча. Ну, и не достает его Коля. Зинченко. Шапаренко. Караваев. Снова с мячом Еремчук. Убирает защитника и пробивает в ближний угол. Ну, вяленько. Вяленько пока играют норвежцы. Откровенно говоря, мы вообще играем вот в пинг-понг у них в штрафной. Мячом Шапаренко пробивает. Ну, и выносят они мяч. Ну, пока свисток на перерыв. Ну, не испытываем мы никаких проблем в этом товарищеском поединке. Пока выигрываем мы на выезде у Норвегии 1-0. Караваев. Комбинируем мы на половине поля Норвегии. Заброс туда за спиной защитником Цыганкова. Ну, что тут? Левой может пробить поворотом. Подача от угола от Караваева. Ну, такая неудачная. Тем не Цыганков. Правой пробивает Витя. Караваев. Ну, тоже может жахнуть. Ай-яй-яй. А теперь уже заброс за спины нашей защите. Сальбакин. Ну, и Пущан встречает его. Ну, и мы теперь быстренько выбегаем в свою коронную контратаку. Зинченко там один. Видит его Ильимчук. Также он видит Коноплю. Ну, и тот тоже попробует. Почему бы ему не пробить поворота? Цыганков. Ильимчук совершает небольшой рывок. Видит его Цыганков. Зинченко. Получит мяч. И пробивает Саша поворотом. Очередная подача от Караваева. Теперь такой вот высокий парашютик. Ну, и Ильимчук еще один гол с уголого сегодня забивает. Роман. Красиво. Красиво играем. Ой-ой-ой. Берг убирает нашего защитника, но отпускает мяч слишком далеко от себя. И снова прорыв в нашей обороне. Ну, и Бущан, Джора. Ну, надо увереннее играть. Как-то было. Ну, 2-1. Зинченко. Еремчук. Шапаренко пробивает поворота. Нет, вот здесь Шапаренко. Караваев. Удерживает мяч справа. Караваев отдает на Коноплю. Конопля. Чуть назад на Степаненко. Ну, и тот с левой может пробить поворотом. Опасный удар. Попытка обойти Коноплю не уменьшалась успехом. Почараба. Быстренько мы играем. Вперед. Ну, не доходит мяч за Зинченко. Ошибается в передаче. Степаненко. Ну, и норвежцы выходят в еще одну свою атаку. Сальбакин удерживает мяч. Пробивает. И штанга спасает нас. И еще одна атака Норвегии. Это очень опасно. Ну, и сравнивают хозяева счет уже буквально на последних секундах этого матча. Ну, и финальный свисток. Ничья. Ну, такая вот дебютная игра в товарищеском матче. Сыграли, можно сказать, в полсилы на самом деле. Ну, и закономерно, закономерно сыграли в ничью. Ну, закономерно, потому что в первую очередь, как я и говорил, уже расслабились. Просто при счете 2-0 показалось, что Норвегия вообще ничего не может показать. Мы на изи просто одной левой их обыграем. Забудем, поедем дальше. Но вот к чему привела расслабленность, потеря концентрации. Пропустили мы 2 гола. Но ничего страшного. Товарищеский матч. Мы продолжаем. Наверное, игру с Данией мы просимулируем. Ничего интересного в этих товарищеских встречах нету. Поэтому... Ну, 0-3. Ладно, ладно. Мы это тоже переживем. Ничего страшного. Едем дальше. Едем в Мадрид на выезд. Играть с Хитафи. Снова мы в Мадриде будем играть не с Реалом. Но и слава богу. Нужно нам все еще решать свою задачу. Погоня за 4-й строчкой чемпионата. Но пока игры даются более-менее неплохо. Благодаря тому, что мы забиваем много в атаке. Ну, наверное, уже где-то становится смотреть и играть неинтересно. Но такое, если будет продолжаться такое бездействие противника в защите. Наверное, стоит будет приподнять сложность. Хотя мы помним начало чемпионата. Ничего я не менялся на той же сложности. Просто команды соперников в какой-то момент перестали нормально играть. Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, нам просто не попадалась команда с серьезным настроем. Малиновский, Перемчук. Ну, начинаем мы со своей атаки. Гуляй нога убирает защитника. Выходит на ударную позицию. Но бьет мимо ворот. Атака уже хозяев поля. Ну, здесь Матвенко внимательно выносит мяч. Гуляй нога. Здесь бы не ошибиться. Зубков отыгрывает на Миколенко. Зубков. Но нужно предлагать себя впереди. Давай, беги, беги. Зубков. Побежал Зубков. Режет угол. Зубков. Теряет мяч. Но подбирает его Еремчук. Малиновский. Откатывает под удар ноги. А тут пробивает. Снова мимо мяча пролетает наш игрок. И снова это опасно. Два в два. Атака. Превышается на три в три. Мяч в нашей штрафной. Крутит, вертит. Игрок. Хитафи нашу защиту. Ну и... Ну и Бущан. Но, тем не менее, снова Гуляй нога получает мяч в центре поля. Быстро, быстро идет к воротам Гуляй нога. Немного притормаживает. Отдает на Зинченко. Зинченко видел рывок. Кто там был? Давайте посмотрим. Отдадим ему все-таки мяч. Он совершал этот рывок. Не зря это был Малиновский. Подача в штраф. Ну тут Бущан. Должен завладеть мячом. Но Жора играет неуверенно. Ну и... Мяч в наших воротах. 1-0. Хитафи повел в счете. Как так? Что там случилось с Жорой? Вроде мяч летел прямо в руки. А-а-а-а. Это был господин Забарный. Забарный просто вынес мяч. Из рук Бущана буквально. Ну и все. И вот чем это закончилось. Да, Бущан в шоке. Яремчук. Ну а теперь станет играть сложнее. Я уверен. Потому что Хитафи закроется в своей защите. Ну, перерыв. Легко, говорили вы. 0-1. Первый тайм мы проигрываем. Как по заказу. Нога убирает защитника легко. Нога пробивает. Поворотом гуляй нога. Перекладиной на добивании никого. Зинченко. Гуляй нога. Снова убирает оппонента. Гуляй нога. Удар за ударом. Уже следует по воротам Хитафи. Яремчук. Ай-яй-яй. Слишком сильно. Ну, нужно что-то делать. Но пока в атаке Хитафи. Ну и Цыганков играет рукой в обороне. И Хитафи будет исполнять опасный стандарт у наших ворот. Вот подача в штрафную. Хорошо. Мяч за нами. Цыганков на этот раз внимательно. А вот невнимательно играет его партнер. Это был гуляй нога. Ну и теперь нужно отыгрывать в обороне. Хорошо. Но мяч все еще у игроков Хитафи. Затяжная атака. Если пропустим второй, то это будет похороны, я думаю. Но гуща он на страже. Малиновский. Продвигается вперед. Мяч у гуляй ноги. Гуляй нога. Снова крутит оппонента. Он видит рывок в Зинченко. Получает Саша мяч. Пробивает поворот. Но не пробивает вратаря. Подача снова в нашу штрафную. Куча мала. И что? Нужно блокировать удар. Стеной мы стоим просто перед мячом. Но тем не менее, гуща вступает в игру. Малиновский. Юремчук. Ну, не успел Юремчук с этой передачи. Но тем не менее, мяч у Зубкова. Но положение в ней игры. Николенко. Хорошо на Юремчука. Юремчук. Вроде бы передача еще на Зинченко. Но мяч у гуляй ноги. Ну и тут бездарную делают передачу. Ну и уже контратака на наши ворота. Заигрались мы впереди. Вываливается просто Хитафи. Набущена. Ну и 2-0. 79-я минута. Все. Ребята, собираем, пакуем чемодан и едем домой. Передача на Цыганкова. Долго. Виктор не получал мяч. Ну и сбрасывает уже не глядя. Просто тянулся он к мячу. Тимчик. Тимчик в центре поля. Тимчик убирает просто оппонента. Гуляй нога. Предлагает себя впереди. Гуляй нога. Ну и что? Забивает гуляй нога. Но уже поздно боюсь я. Но по крайней мере мы не уходим с поля без забитого мяча. Ну и все. Финал. Финал игры. Финал матча. Финальный свисток. 2-1. Вот так вот. Такое ощущение, как будто мы до этого одни товарники гоняли. И вот теперь наконец-то сыграли официальный матч. И он расставил все по своим местам. Наказали мы. Съездили мы в Мадрид. Сыграли не с Реалом. Такое ощущение, как будто играли мы реально с Реалом. Хитати нас просто уничтожили. Не по счету, но по игре. Девятое место у Кадисов. Все те же 22 очка. Несмотря на то, что такое ощущение, как будто в последний матч мы всех просто громим направо и налево. Там 3-4-5-6-7 мячей забиваем. 35 голов у нас в активе. Да, 26 пропущенных. Это все понятно. Но все равно на той же девятой строчке располагаемся. На заветной четвертой сейчас сидит Бетис. У них в активе 27 очков. Ну а мы принимаем Атлетика Мадрид. Другую команду из столицы. Которые уже намного ближе к Мадридскому Реалу. И по статусу, и по силе, и по своему расположению в турнирной таблице. Атлетик идет на второй строчке. Но мы играем дома. Давайте посмотрим, какие уроки мы изведли из игры с Хитафи. Маркус Иллоренте получает мяч на фланге. Режет Маркус угол. Отдает на Васса. Ну и Тымчик здесь внимательно. Нужно внимательно выйти из обороны в атаку. Тем более, что есть, есть кому играть впереди. Зинченко получает мяч. Какая передача. Вырывается Саша на ворота. Никого не видит. Стреляет. Но облак на месте. Малиновский. Хорошо. Цыганков широко играет. Цыганков подача правой. На этот раз в голову. И Ремчуку тут пробивает в ближний угол. Левым флангом теперь атакует Мадрид. Подача в нашу штрафную. Ну и как так? Дали пробить Гризману. И забивает Антуан. Первый мяч в наши ворота. Но нужно сразу быстро ответить. Цыганков уходит от своего оппонента. Цыганков. Ну что? Сразу его поджимают. Цыганков не теряет мяч. Отдает на Малиновского. Малиновский на ногу. Нога пытался в одно касание дальше. Но нет. Гризман уходит от защитника. Ну забарный встает на его пути. Здесь нужно внимательность. Снова забарный. Надо выносить. Пум. Нога. Зинченко просит передачу Александр. Ну а дальше замешкался с мячом. Тем не менее Зубков получает того. И все. И теряем мяч. Гризман убирает нашего защитника. Забарный не успевает за Гризманом. Но Бущан помогает. Малиновский. Ну можно отдать же, что да. Дальше. Выиграет ли борьбу наш игрок? Ну на подфлоте Миколенко. Ну что нужно забивать? Ай-яй-яй. Добивание. Ну нет. Нет добивания. Хорошо. Поджали мы Атлетика. На их повине поля. Иеремчук видит Малиновского. На технику правой ногой пробивал Руслан. Но удар заблокирован. Зинченко на подфлоте. Рвется к воротам Александр. Отыгрывает. Ногуляй ногу. Но мяч перехвачен. На этом пока что свисток на перерыв. Какая подача. Эрмоса мог пробивать. Но замешкался он с ударом. И слава богу Зубков подбирает мяч. Малиновский. Не замешкался Малиновский. Зинченко. Нога. Ждет он подключения. Вырывается вперед Зубков. Зубков режет угол. Входит в шахтную Зубков. Ну что нужно решать. Наконец-таки Зубков не решает. Но Цыганков тут как тут. И сравниваем мы счет. 1-1. Зинченко. Видит рывок. Еремчука нужно сразу 2-й. Ай-яй-яй. Провал в обороне у нас. Не успевает Забарный. Передача на Суареса. Но тут слава богу бездарно распорядился этим моментом. Ну теперь проброс на Зубкова. Зубков будет сразу в одно касание на дальнюю. Цыганков принимает мяч. Вертится Цыганков. Нагуляй ногу. Ну и тот порит момент. Тымчик с мячом. Играем мы на половине поля Атлетика. Видит рывок Еремчука. Малиновский. Получает мяч Роман Еремчук. Пробивает в дальний угол. Но мимо ворот. Хорошо играет Тымчик. Цыганков на Малиновского. Малиновский возвращает на фланг на Тымчика. Тымчик будет подавать. Подает Тымчик. Нужно замыкать. Еремчук. Ну добивание. И нет гола. Ну можем. Можем мы дожать. Гуляй нога. Ждет подключение Зинченко. Тут получает мяч. Пробивает в одно касание. Ну и облак. Подача от Гуляй ноги. Борьба за мяч. Зинченко. На подхвате Зинченко. Ну что правый не стал пробивать. Передача на Малиновского. Ну тут спокойненько. Хладет мяч в ворота. 2-1. Мы выходим вперед. Вот так вот. Хорошо. Разумно. С холодной головой. Сыграл Зинченко. Увидел он, что Малиновский стоит в трофной соперника. Один. Никем не прикрытый. Ну и Руслан на технику. С игры. Я не помню, чтобы с игры забивал в этом сезоне Малиновский. В основном с пенальти. Ну и вот. Да. Разочарован Диего Семеоне. Тыганков под ног касание. Сгуляй ногой. Ну можем мы и третий. Забить в ворота Атлетика. Передача на Еремчука. Ну и да. А третий в ворота гостей из Мадрида. Ну и финальный свисток на этом. Посмотрим мы, чем нам помогла эта победа. Давайте. Хотя уже сразу видно, что мы все на том же девятом месте. Как будто привязаны мы просто к нему. 25 очков у нас. Видим мы, что на четвертом уже Барселона. Там калейдоскоп команд на четвертом месте. Сменяют они одна на другую. И надеюсь, скоро мы займем это место. 29 очков у Барселоны. И всего 4 очка нас разделяет. Не так уж и много. Атлетика Мадрид, кстати, все еще занимает вторую срочку. Несмотря на то, что проиграли они матч на выезде к Адису. Среди бомбардиров мы видим, что потеснил Еремчука с первой строчки. И Антуан Гризман, который обидел нашего вратаря Бущана. Забил ворота Жорочка Гризман. Это был 13-й гол на счету Гризмана. Еремчук так вроде и раззабивался. Я думал, что он уже так уверенно лидирует в таблице бомбардиров. Но нет. Но зато уверенно лидирует Цыганков в таблице лучших ассистентов чемпионата. Ну и Зубков там где-то не остается. Лидирует 6 передач на счету Зубкова. Ну и целых 10 голевых пасов отдал уже Виктор Цыганков. Ну все-таки подыму я, наверное, уровень сложности в следующем выпуске. Уже кажется мне, что ну как-то не так интересно играть. Как-то в Испании стало. Поначалу в первых турах были такие напряженные, потные игры. Прямо потек и кой кровь из носу там, из глаз. А сейчас ну как-то одной ногой мы играем. Даже если проигрываем, то проигрываем так. Так в принципе 50-50 можем зацепиться за Ильичу и победу. Да и проигрываем очень редко в последних матчах. Поэтому да, уровень сложности я подыму. Ну а пока, друзья, будем с вами прощаться. До новых встреч. Берегите себя. Все буду украина. Субтитры сделал DimaTorzok